Сегодня мы с вами будем расписывать вот такую маленькую крыночку, керамическую, снаружи она у нас терракотовая, внутри обливная, то есть ей можно будет пользоваться. Для работы нам с вами потребуются акриловые краски, спонжи и синтетические кисти, но о материалах я буду рассказывать подробнее в процессе работы. Мы берем крыночку и акриловые краски. Акриловые краски в данном случае, так как это у нас крынка терракотовая, не обязательно брать по стеклу и керамики, можно взять обычного хорошего качества художественный акрил и им расписать. Единственное, что вы должны помнить, что после окончания работы вам придется ее закрепить лаком. Так, взяли спонж. Перед началом работы обязательно проверьте, чтобы ваш спонж был сухой, то есть нельзя губку использовать влажную. Так, набираем цвет такой вот. Красивый, сложный, зеленый цвет, называется он испанская олива. Можно сделать под край, можно немножечко отступить. И вот такими движениями мы с вами наносим краску. Краски достаточно много я набрала, поэтому видите, она у меня пузырится. Мне придется сделать несколько раз пройтись по одному и тому же месту, чтобы вот эти пузыри рельефности эту нашу убрать. Теперь мы добавим, сделаем растяжку с более светлым цветом. Для этого набираем на один край светлой краски, на другой, вставляем, другой край вставляем в зеленый. И делаем опять же растяжку, такой вот цветовой. Видите, какой у нас получается плавный переход. Так, уже почти готов. Еще осталось чуть-чуть. Вкрутовали нашу крыночку. Посмотрите, ровно ли краска легла. Если есть какие-то моменты, что мне нравятся пропуски, можно пройти второй слоем. Лучше это сделать сразу, пока краска не высохла. Так вот. Думаю, достаточно. Пока она будет у нас сохнуть, я немножечко расскажу о кистях, которые нам с вами потребуются. Имитацию ткани мы делать будем такой кисточкой. Очень интересная по форме. Называется она шотландка. Кисть имеет четыре отдельных таких вот зубчика. Два уровня выставки. Видите, вот один край у нас более длинный. И снизу идет более короткий борс. Получается у нас вот такая кисточка, которой мы сможем рисовать четыре параллельные полосочки. И обычные плоские кисточки. Такие, например. Я буду использовать кисть номер 13 и номер 10. Еще может нам пригодиться для тонкой проработки, детализации, для оживки. Такая вот кисточка тоненькая. Можно использовать синтетическую кисть или колонок. Уже наш кувшинчик почти высох. Вот это еще есть. Секундочка, я подготовлю пока краски, которые будут нам необходимы. Мы возьмем темно-зеленую. Выложим небольшое количество. Тот же цвет, которым мы сверху покрывали, это олива. Тот же мы его будем использовать в листьях. Оранжевый, не яркий, а оранжевый. Сложный цвет, приглушенный. Светлый цвет, которым мы делали фон. Нижнюю часть называется он французская ваниль. Тоже такой вот интересный цвет, сложный. Можно немножечко добавить более темного оранжевого. Так, ну что, кувшин подсох. Если у нас недостаточно времени, можно его подсушить феном. Берем нашу волшебную кисточку, шотландку. Окунаем ее в воду. Есть. Отжали. И набираем два цвета краски. Мы будем имитировать ткань. Вот такой вот. Вот такие полосочки. Так. Убираем. Светлый. Темный. Немножечко я добавлю оранжевого. И у нас с вами получилась. Опять же, цветовая растяжка. При работе с этой кистью обращайте внимание, чтобы после набора у вас ворс вставал в прежнее положение, то есть между собой не слипались. И наносим полосочки. Сверху более светлый. Сильно не прижимаем и прокручиваем. Рукат нужно отрывать. Тем более у нас. Главное здесь попасть, чтобы у нас соединилась она пока. То есть вот первую полосочку мы сделали. Видите, как быстро нанесли сразу четыре параллельные линии. Причем они переходят с плавным переходом от светлого к темным. Достаточно сложно это сделать обычной кистью. Конечно, можно. Времени уйдет в четыре раза больше. И стараемся провести параллельные линии. Делаем вторую полосу. Также видите, у меня сверху светлый край. И вторую полосу я тоже делаю со светлым краем сверху. Следите за этим. Почти соединила. Хоризонтальные полосы я сделала. Сейчас буду наносить вертикальный. Не очень красиво. Соединение получилось не очень четкое. И поэтому я здесь перекрою. Вертикальный полосой. Почти осталось. Последняя полоса. Ну вот. Такой вот декор. У нас готов в виде ткани. То есть можно использовать. То есть если у вас будет желание, можно сделать это и не только на крыночке, на любом другом предмете. Получилась у нас как будто коробочка, утянутая ткань. Так, ну что. Теперь будем приступать к росписи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова